В основном мы занимаемся вашим мусором, то есть и очень много занимаемся раздельным сбором мусора. Наверняка вы видели вот такого типа желтые сетчатые контейнеры, вот, то есть по городу их больше сотни стоит, в котором куда можно сдавать PET-бутылку или полиэтилен в разных видах, то есть мы его перерабатываем у себя на мусороперерабатывающем заводе, можем пройти дальше, как вам удобно. Что получается у нас? Вот она обычная PET-бутылка, то есть она проходит несколько стадий переработки, то есть это измельчение, мойка, флотация, то есть отделение от материала бутылки, материал крышечки, этикет. После этого получаем сушку и получаем PET-флекс. Вот так вот. То есть PET-флекс отправляем уже на другой завод, где из нее делают полиэфирное волокно. А если у вас есть волокно, вы всегда получите наполнители, вот, всевозможные утеплители, нетканные материалы, вот, или ткань, например, сумочки, школьные рюкзаки, даже одежда, вот. То есть это все у вас можно получить из обычной PET-бутылки. Пойдем дальше. Что мы переработаем дальше? Это полиэтилен. Чаще всего это в виде пакетов или пленки, но могут быть в виде крышечек. Кстати, напомню, у нас есть проект «Крышки-неваляшки». Вот, это благотворительный проект. Собирая крышечки, вы помогаете в лечении или реабилитации детей в Самарской области. После измельчения полиэтилен нагревают, потом резко охлаждают, и мы получаем агломерат. По виду серые невзрачные камешки. В основном они используются в строительстве. Это полимерная плитка, полимерный кирпич, канализационные люки. Но агломерат можно переработать дальше. Его расплавляют, вытягивают вот такую толстую леску. Называется она стренга. После охлаждения она мелко-мелко нарезается. Получаем гранулу. Очень сильно напоминает бисер по виду. Гранулы – это готовое сырье для изготовления десятков тысяч вещей. Начиная от простейших труб, всевозможных коробочек, емкостей. От таких маленьких до громадных цистен под топливо. Или, например, даже банальный пакет. Одежда, мебель, элементы автомобиля, например, бампера. Ну и последнее, что мы перерабатываем здесь в Тольятти – это резина. А точнее старые покрышки. То есть покрышки сначала нарезаются вот на такие части. На сроке называется очень забавно – чипсами. Если обратить внимание, то можно понять, что внутри шины может быть стальная проволока или ткань. То есть это надо все излечь. Чипсы измельчают, а потом несколько раз просеивают на линии переработки. Получаем гранулу. Прошу прощения – резиновую крошку. Размеры могут быть разные. Вот от такой вот крупной до буквально мельчайшей. Резиновая крошка – это всевозможные напольные покрытия. Детские площадки, спортивные площадки, футбольные поля и тому подобное. То есть вот это все эковоз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова